Кравченко Владимир Насколько она схожа и чем отличается от известных коллекционных картичных игр, в том числе Magic the Gathering, которые все знают, да, главное? Здравствуйте, приятно находиться в городе Львове, очень красивый город, красивая архитектура, всем, кто будет на Украине, советую заехать посмотреть. Моя игра создана, так сказать, полностью авторская разработка, просто когда надоело играть, скажем так, уже существующие коллекционные карточные игры и возникли некоторые предложения по поводу, как можно было бы самому это сделать, я попробовал сделать свою коллекционную карточную игру. Мне наиболее близка была на тот момент космическая тематика, и поэтому космической тематике посвящена коллекционная карточная игра «Звездные миры». В первом выпуске игры планируется запустить две расы игры, соответственно, каждая из них имеет уникальные субмеханики. В целом, уникальность данного настольного проекта заключается в том, в отличие от большинства коллекционных карточных игр, здесь отсутствуют карты, собственно, ресурсов. Ресурсы игр в данной игре, они как бы в самих играющих картах. Ну, я могу продемонстрировать на конкретных. И второй особенностью является то, что в данной игре необходимо перед началом игры выставлять базовую карту, которая, с учетом отсутствия ресурсов, начинает вытягивать весь игровой процесс. Базовая карта, у нее есть характеристики, то есть, так как это игра про сражения, то, соответственно, имеются характеристики атаки, защиты и, собственно, то, что позволяет обходиться нам без ресурсов в явном виде. Вот, например, там, командный крейсер «Берлин» может выставить на поле два легких или один средний корабль. Ну, то есть, появляется флагман, у него есть какие-то суда поддержки, либо он их вызывает, и, соответственно, начинается космическое сражение. Либо может делать альтернативное действие, там, открыть, например, два легких корабля или один средний корабль земной империи. Соответственно, карты земной империи и сообщества «Дварг» второй цивилизации, они выделены цветовыми идентификаторами. То есть, вот, желтого цвета – это у нас карта земной империи, имеет желтую окантовку, и малинового цвета имеет окантовку карты сообщества «Дварг». Ну, для того, чтобы игроки сразу могли идентифицировать, какой расе принадлежит та или иная карта. Вот, соответственно, с учетом этого, то есть, если тяжелый командный крейсер может позвать, так сказать, на помощь, там, два легких, либо там, средний корабль, собственно, ресурсы здесь и не нужны, потому что за закрытие карты мы можем выставить два легких корабля, которые могут, соответственно, дальше вступить в бой. Ну, например, посмотрим, ну, классические, как бы, легкие корабли, вот «Поболь», да, они помимо, ну, своих основных свойств, то есть, атаки и защиты, то есть, то, что они могут сделать в любое время, у них есть дополнительные функции, то есть, командные строки которых, например, предусматривают возможность запуска ракеты, либо возможность взять из колоды ракеты, то есть, таким образом, у нас базовый корабль выстрел двух истребителей, то есть, дал команду, истребители вышли, истребители, данные, являются ударными, они имеют на борту ракеты, и если у игрока в руке имеются ракеты, то, соответственно, он их может запустить. Если он ракет не имеет, то корабли могут атаковать своей, как бы, базовой атакой. Ну, например, то есть, запустить ракету, мы закрываем, у нас в руке имеется ракета, ракета летит. Ресурсы в данной игре не нужны. Движок, то есть, для начала игры базовая карта, тоже эту игру запускает. Соответственно, базовая карта не является панацией, есть, помимо карт кораблей, есть карта станции, карта стратегических объектов, карты персонажей, карты оружия, тактические карты, ряд из которых могут, так или иначе, тоже умеют выставлять корабли, брать ресурсы дополнительные, и таким образом, так сказать, имитировать космические сражения. Соответственно, принципиальные особенности, как бы, субмеханик у Земной Империи и сообщества Дварг, то есть, двух цивилизаций в первом выпуске игры, заключается в том, что, вот, Земная Империя, например, может выставлять легкие корабли только принудительно, то есть, за закрытие карты, то есть, авианосцы, станции, базовые корабли их выставляют, то сообщество Дварг наоборот, у них корабли имеют небольшую защиту, они могут сразу же вступать в бой, то есть, они выставляются с руки в открытом виде, вот, я покажу, если камера позволит. Вот, пожалуйста, классический, атакующий, частый корабль, осадная Химера. У этой карты имеется в строке особенностей значок руки, это означает, что карта может быть выставлена с руки в любой момент игры. Таким образом, чтобы для того, чтобы выставить на поле истребителя, нам необходимо, например, закрыть авианосец, который позволяет своей командной строкой выпустить, а осадная Химера, она может появиться на поле в любой момент игры. Соответственно, платой за это является очень небольшое бронирование, но с учетом того, что субмеханики разные, у сообщества Дварг корабли появляются в большом количестве внезапно, у них очень легкая броня, но, скажем так, их гибель на поле боя тут же компенсируется путем их возрождения из колоды, из потерь, то есть, они вновь и вновь появляются на поле. То есть, одной из механик, которые были опробованы на профессиональных колодах, как раз является так называемый раж, то есть, когда корабли летят, атакуют корабли Земной Империи, погибают, с помощью карт, там, станции, либо тактических карт, возрождаются, опять появляются на поле, потому что они могут быть выставлены с руки в любой момент игры, и снова продолжают атаку. Таким образом, достигается высокая скорость, ну и, соответственно, высокая плотность огня. То есть, если земные корабли относительно со средними характеристиками, с достаточно высокой защитой, то у Дваргов они быстро появились, вот, приняли участие в боевых действиях, так как, ну, предполагается по легенде игры, что данная раса является ограниченной разумной, и юниты боевые, у них имеются боевые инстинкты, а, собственно, полноценными личностями, особями, вот, они не являются. То есть, это, скажем так, солдаты с жесткой запрограммированной программой. Поэтому сообщество Дваргов их абсолютно не жалеет. Ну, соответственно, у самых выдающихся появляются какие-то новые черты, которые тоже предусмотрены генной программой, которые передаются дальше по наследству. Ну, вот, если вот, в целом, по проекту говорить, на текущий момент оттестировано два выпуска игры, они полностью готовы к изданию. Во втором выпуске планируется появление третьей расы, которая вот в первом выпуске, увы, не получается никак это сделать, потому что первый выпуск 110 карт, очень, получается, затратное издание. Вот, и поэтому было принято решение третью расу перенести выпуск на второй выпуск. Вот, иначе чуть попозже. Вот, на текущий момент проект примерно готов на 80%. Я вот могу продемонстрировать, так, вкратце, готовые карты. То есть, 110 карт вот на сегодня, на 17 мая готовы, а 83 полностью сверсты. Да. А рисунок, кто автор, вот, ну и дизайн, дизайн красивый, вижу. Фрилансеры, которых я разыскивал на просторах бывшего Советского Союза. То есть, часть... То есть, людей, которые увлекаются тоже такой вот. Да, которым интересна данная тематика. Увы, я большое финансирование не могу предложить, поэтому можно сказать, что работают энтузиасты. Ну, на мой взгляд, работают неплохо. Да, да, да. Мне так нравится, с первого взгляда, очень такое выдержанное в одном стиле, что, кстати, редко, ну, сложно достичь при большом количестве авторов. Казахстан, Молдова, Белоруссия, Россия. Ну, я надеюсь, что я все-таки дотяну проект до победного конца. Он увидит свет, найдет, так сказать, свою нишу на рынке, найдет своих почитателей, ну, и доставит массу удовольствия тем людям, которым нравятся коллекционные карточные игры и космическая тематика. Спасибо, что на космическую тематику у нас не так уж и много. Сейчас, как правило, все или фэнтези, или историческое. То есть, вот, да, вот, я как любитель космической тематики тоже, мне очень не хватает игр именно на космическую тематику. А издаваться вы планируете как-то, ну, вы ищите издателя или планируете своими силами? Так, оно получается наполовину самоизда, то есть, в крупном издательстве будет заказан тираж, ну, и потом посмотрим, как получится. Потому что бизнесом, к сожалению, я не занимался никогда. Очень хочется, чтобы хобби превратилось в источник, да, дохода. Вот, но на этот вопрос сможет ответить я путем издания этой игры и потребитель, который своим кошельком сможет сказать, что да, нам нравится такая игра и продолжай дальше. Либо чего-то не хватает, изюминки. Поэтому это останется только хобби. А еще хотел спросить, особенно для коллекционных игр, где много карт, много, и они будут увеличиваться. Очень важны, ну, вот именно тестирования, то есть, большое, ну, такое очень правильное тестирование. Сколько вот вы занимались тестами, какой этап это? Сама игра была задумана в конце 2007 года. То есть, я ее делал до конца 2008, то есть, когда почувствовал, что можно уже представить на суд общественности, потому что нужно было и примерно подогнать не только игровые механики, но и баланс примерно игры. Тем более, изначально было задумано сразу три расы, потому что, по большому счету, чем больше, тем лучше. Потому что чем больше карт будет оттестировано, тем более не похожих друг на друга карт, тем, скажем так, чище будет на выходе продукт. То есть, вот я то, что говорил, что в первом выпуске, увы, ях третья раса просто не входит, потому что первоначально, когда начиналось тестирование, у меня первый выпуск состоял из 216 карт. Сейчас 110, а вот тот задел, который был сделан, его хватит и на второй, и даже частично на третий выпуск. Тестирование проводилось группой тестеров, то есть, опытных игроков в коллекционно-каточной игру, и в коллекционно-каточную игру Berserk и Magic Vegetarian. Они, ну, скажем так, достаточно высоко оценивают потенциал игры, но это, как бы, частное мнение, и поэтому однозначно утверждать, что продукт будет удачный или нет, никто не возьмется. Игра была протестирована в следующих режимах. Была сначала, как бы, в сухую, то есть, максимальная... Да, да. И кому мы там увидели? Значит, она была протестирована сначала в сухую, то есть, опытные игроки просто посмотрели, и своим взглядом, так сказать, смогли выявить, ну, скажем так, те моменты, которые могли просто поломать игру. Потом игра была подправлена, были составлены профессиональные колоды. Вот. Они достаточно долго тестировались для того, чтобы не было какой-то одной колоды, которая могла победить любую другую. То есть, скажем так, появилось несколько сбалансированных колод, которые, в принципе, с друг другом играют на равны. И тогда уже на первое место выступает мастерство игроков, а не, скажем так, деклист колоды взял, собрал, и даже там неопытный игрок может выиграть у любого мастера, у которого будет колода, там, не состоящая из таких карт. Соответственно, при тестировании использовался весь пул карты, и значительное количество карт составляет редкие ультраредкие, ну, как в любой коллекционной карточной игре. Затем был следующий этап, это было тестирование драфтов. То есть, был определен количественный состав карт, качественный состав карт в каждом, как бы, бустере. К сожалению, пришлось пойти на такой программируемый бустер. То есть, закладка есть, но она идет по типам карт. Например, в 9-карточном бустере находятся два легких корабля, два средних, тяжелых, две карты оружия, одна тактическая карта, и еще одна карта, условно, не вошедшая в другие категории. Вот. Это тоже было протестировано в достаточно большом количестве, так сказать, участников тестировано, там, где-то от 8 до 16 человек. То есть, были подготовлены бустеры, случайным образом. То есть, сначала, там, несколько комплектов, наборов карт распечатано, вырезано, с учетом их редкости, подготовлено. То есть, вскрывали, играли и смотрели. То есть, да, тестирование вы подошли ответственно, я так понимаю. Ну, то есть... Да, ну, дело в том, что, скажем так, игра очень быстро теряет популярность, если находится несколько каких-то карт, которые приходится либо банить, либо если, там, плохое отношение к игре, они просто существуют. И, ну, неинтересно, ты приходишь поиграть в турнир, вытаскиваешь колоду, и все говорят, да, вот и выиграешь. Или, там, у твоего конкурента точно такая же колода, ну, тут как кому повезет. Я думаю, здесь удачный сплав между возможностью помыслить, сконструировать свою колоду, потому что колоды, которые играют хорошо, их несколько, вот, в игре. И возможность показать именно себя. Потому что я, например, не причисляюсь, там, к очень хорошим игрокам, ну, как зачастую бывает, придумать могу, тестировать могу, а вот выиграть, вот, не всегда получается, да. То есть, я, там, некоторые комбинации не так глубоко вижу. Вот, но, скажем так, примером сбалансированности является, ну, создание вот стартеров игры, то есть стартовые наборы. Я достаточно долго их тестировал в разных режимах. Там было где-то около 7 вариантов, не меньше. Вот, приходилось добавлять, убавлять, там, качественное соотношение карт. В результате они играют примерно 50 на 50. Но все зависит от умелых рук. То есть, скажем так, я играю против тестера, у меня, там, не получается раз, два, три, одной раз и выиграть. Он берет ту же самую колоду и выигрывает меня еще раз, два, три. Вот, да, вот это вот, особенно, в таких, как бы, дуэльных соревновательных играх, это очень важно, именно идеальный баланс, потому что по иначе можно просто сломать игру ей. Еще один небольшой плюс, я прошу прощения, что перебиваю, игра достаточно проста для освоения. То есть, люди, которые знакомы с коллекционными и карточными играми, для них, ну, не составляет труда разобраться. Скажем так, те презентации, которые я делал незнакомым людям, люди начинали играть, скажем так, они уже к концу, там, первая партия, уже говорили, все, давай, теперь я буду играть. Вот, и пытались какие-то свои действия планировать. Зачастую им это удается. Я считаю, что это хороший показатель для играбельности игры. Понятно. Ну, да, интересный проект очень. Понравился дизайн. Такой вот в духе. Он ничем-то напомнил старые фантастические книги, оформления, то есть, там, вложек и так далее. Ну, желаю удачи, успехов в вашем проекту. Спасибо большое, что ты делаешь. Все хорошо. Да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok